Женщина имеет право стремиться к руководящей должности, потому что у женщин тоже 4 категории, тоже 4. Женщины тоже руководители, понимаете? Я не принимаю эту теорию, что курица не птица, женщина не человек, понимаете? Я не принимаю эту теорию. Итак, смотрите, женщина руководит с помощью своей женской энергии. Понимаете, если женщина руководит как мать, женщина имеет такую силу, что не надо напрягаться, чтобы руководить людьми, если она развилась как женщина. Она говорит, Василий Петрович, ты что пьешь-то на работе? Иди себя хорошо, а то мы тебя уволим. Не она уволит, а мы уволим. Потому что у нее заместители, мужики такие крепкие, говорят, ну что тебе сказала Мария Ивановна, что мы тебя уволим? Пошел вон. Понимаете, женщина обладает силой политической власти, то есть она способна управлять без напряжения всеми, потому что она имеет энергию любви. Она привязывает к себе людей, она общается с ними, она их наказывает словом. Женщине не надо пороть плеткой никого, понимаете? Ей достаточно просто быть сильной, как женщина, а эту силу она вырабатывает в личной жизни. Попытайтесь это понять. Такая женщина очень сильна в светских отношениях, она имеет высокий статус в обществе, потому что она хорошая жена своего мужа, который тоже имеет высокий статус в обществе. И она руководит коллективом, потому что это ее природа. Но не надо много париться для того, чтобы руководить, потому что женщина, которая сильна в личной жизни, она руководит вот так вот всеми. И не надо напрягаться, потому что она сильна как личность, как женщина. Она говорит, Василий Петрович, пожалуйста, ведите себя нормально. И он слушается ее, потому что она для него как мать. А если она начинает как мужик себя вести, я тебя порву! Она уже становится некрасивой, знаете, некрасивой. То есть природа сохраняется, но на первом месте для женщины личная жизнь, на втором — работа. Но есть еще что-то, что до всех выше стоит даже работы — это самосовершенствование.